В Сочи открылся экономический форум. Сегодня в первый же день глава Карачава-Черкесии Рашид Тимрезов подписал с инвесторами несколько соглашений. В Деме памяти воинов-интернационалистов с Карачава-Черкесии в войне в Афганистане воевали более тысячи солдат. Сегодня вспоминали погибших. Отличник народного образования, жительница Узжигутинского района Роза Куркмазова, 40 лет проработав директором детсада, торжественно ушла на пенсию. Если у вас нет шубы, значит у кого-то их три и даже десять. Карачава-Черкесия внесла весомый вклад в шестикратное увеличение продаж мехов в России. Глава Карачава-Черкесии Рашид Тимрезов возглавил делегацию республики на Всероссийском инвестфоруме 2018, который проходит в Сочи. Председатель правительства Дмитрий Медведев осмотрел экспозиции российских регионов, в том числе объединенную площадку субъектов СКФО, подготовленную Минкавказом. Затем выступил на пленарном заседании инвестиций в регионы, инвестиций в будущее. Премьер-министр заявил, что в инвестиционной деятельности важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Также сегодня на полях Всероссийского инвестфорума в Сочи глава Карачава-Черкесии Рашид Тимрезов подписал с президентом холдинга Евроцементгрупп Михаилом Скороходом соглашение в области развития производства цемента и сопутствующих отраслей промышленности. Документ предусматривает продолжение реализации холдинга Евроцементгрупп комплекса мероприятий, направленных на поэтапную модернизацию производства НАО «Кавказцемент». Первый этап программы строительства на площадке «Кавказцемента» линии политирования цемента, автоматизированной линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента уже завершен. Объем инвестиций составил порядка 500 миллионов рублей. Михаил Скороход отметил, что объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта составит порядка 2 миллиардов рублей. За многолетнее сотрудничество и вклад в развитие строительной отрасли Республики Рашид Тимреза вручил Михаил Скороходу звание «Заслуженный строитель Карачаевой Черкесии». Также глава Карачаевой Черкесии вместе с губернаторами Ставрополя и Тульской области подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным аэрозольным комплексом, который с 2016 года образован на территории Ставрополя и Карачаевой Черкесии. Напомним, благодаря активному развитию якорного предприятия кластера «Арнест» и образованию новых кооперационных связей с предприятиями Карачаевой Черкесской Республики, в конце 2017 года было принято решение о расширении состава участников аэрозольного кластера за счет включения ряда предприятий Тульской области, работающих в данном секторе. Стороны выразили уверенность, что данное сотрудничество позволит обеспечить дальнейшее развитие предприятий, специализирующихся на производстве этого вида продукции, в том числе через различные формы газподдержки. Другие вести. Сегодня исполняется 29 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. В стране День памяти о российских ионах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Черкесске прошел митинг, посвященный этой памятной дате. Подробностью моего коллеги Али Буташева. Гвоздики, венки, смена караула у вечного огня. Это напоминает 9 мая. Не случайно памятники героям Великой Отечественной и воинам-афганцам стоят рядом, на одной площади Победы. С афганской войны не вернулись 14 тысяч советских воинов. По погибшим совершили обряд дуа и православный молебен. В Афганистане 18-летний мальчишка Исхака Фаунов узнал, что такое война и как тяжело терять боевых друзей. Это очень жестоко, это очень опасно, это очень больно. И чем война больше, тем, наверное, больше материнских слез. Поэтому, какая бы она ни была, для нас очень жалко, конечно, ребят, которые мы там оставили. Иногда на душе так больно становится. Именно в этот день, 29 лет назад, последняя колонна ограниченного контингента советских войск покинула территорию Афганистана. Так называемая необъявленная война в Афганистане, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней, до сих пор болью отзывается в сердцах ныне живущих, участниках боевых действий и членов семей погибших военнослужащих. 848 наших земляков исполняли свой интернациональный долг в Афганистане. 42 человека погибли в боевых действиях и контртеррористических операциях. Мы, находясь на афганской земле, на долгие годы оттянули тот поток наркотрафика и исламского радикализма, который навязал нам Запад и который мы наблюдаем и сегодня. И наши войска, находясь на территории Афганистана, были гарантом международной безопасности и стабильности. Дорогие воины-интернационалисты, вы навсегда оставили в сердцах наших память о ваших ратных подвигах. Вы являетесь для молодого поколения примером мужества и героизма, беззаветной любви к родине. От всей души хочется пожелать вам, вашим близким, здоровья, мира, добра и счастья. Каждый год День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, собирает вместе воинов-афганцев, представителей правоохранительных органов, духовенства, различных общественных организаций и множество молодежи. День вывода для каждого из нас он был свой, но это дата, которая нас объединяет. Объединяет вне зависимости от национальности и возраста, объединяет настоящей боевой дружбой. По традиции, после окончания митинга к памятнику воинам, исполнившим свой долг в Афганистане, возложили цветы. Али Баташев, Али Бек Ешеров, Вести Карачаева, Черкесия. 40 лет неустанной работы в одной должности в одном дошкольном учреждении. Роза Мазимовна-Куркмазова заведует детским садом Таурух в Новоджигуте со времен Брежнева. На заслуженный отдых ее проводили руководство с Джигутинского района и коллеги. С отличником народного образования России, опытным руководителем и интересным человеком познакомилась наш корреспондент Светлана Акбаева. Они зовут ее Ласкова, Аня – бабушка, а она своих малышей – мои умницы. Почти тысячи мальчишек и девчонок получили дошкольное образование в этом детском садике Таурух. Построили его в 1982 году и с тех пор бессменно руководит этим учреждением Роза Мазимовна-Куркмазова. Жизнь нашей героини сложилась не совсем ординарно. Она родилась в Ногайской семье в предвоенном 41-м, в ауле Кызыл-Юр. Отец не вернулся с войны. Воспитанием девочки занимались мама и дядя Сафарбима Такаев. Окончив Карачаево-Черкесский педагогический институт, молодая учительница пришла в начальную школу преподавать русский язык и литературу. И тут еще одно важное обстоятельство. По работе супруга Розы Мазимовны направили в Новую Джигуту. Так семья Каркмазовых переехала с Альтеркача в этот аул, где и осталась на всю жизнь. Почти 40 лет в одной должности были непростыми и счастливыми одновременно. И каждый из сотрудников и детей занимает особое место в моем сердце, признается ветеран труда. Очень много приятного было. Но сегодня я решила как-то с достоинством уйти на заслуженный отдых. Я на заслуженном отдыхе давно, но я никак не могла решиться уйти с садика. Потому что село меня как-то уважало. Да, можно сказать. Я как-то привыкла работать. На протяжении многих лет садик Таурух становится победителем республиканских районных мероприятий. В стенах этого дошкольного учреждения регулярно на высоком уровне проходят различные семинары и форумы. Успешно справился коллектив и с непростыми задачами, которые возникли с введением федеральных государственных стандартов, говорят в управлении образования Ужджигутинского района. Вы знаете, Роза Мазимовна – это образец руководителя дошкольных образовательных учреждений. Я в управлении образования работаю 17 лет. За период своей работы я пользовалась ею как с методистом. Она оказывала помощь не только своим коллегам, и как молодому специалисту помогала она мне в своей работе. Дорогая наша уважаемая Роза Мазимовна, от всех наших коллег ваших заведующих я хочу вас поздравить сегодня, сказать теплые слова благодарности вам за вашу мудрость, за вашу доброту, за ваш высокий профессионализм, которым вы всегда так щедро с нами делились. Они говорят «человек с большой буквы». Сама же Роза Мазимовна Каркмазова говорит спасибо всем, кто поддерживал ее на протяжении жизни. И благодарна судьбе за то, что у нее была возможность заниматься любимым и таким благородным делом – воспитанием подрастающего поколения. Светлана Акбаева, Мухаммед Ашубоков, Алибеки Широв, Вести Карачаево-Черкесия, Новая Джигута. Сегодня в Черкесске в стенах Международного открытого колледжа современного управления состоялась вторая международная научно-практическая конференция на тему воспитательного процесса в учреждениях образования и его состояния перспектива. Собравшиеся в зале ученые обсуждали новые методики, призваны способствовать воспитанию подрастающего поколения. Директор колледжа, доктор педагогических наук Априсакой Чуева в своем выступлении отметила, что введение инноваций в этой сфере невозможно без обращения к педагогической науке. В своей работе преподаватели должны опираться на отечественную теорию воспитания. Собравшиеся были единодушны, чтобы сформировать гармонично развитую личность, нужно целенаправленно воспитательное воздействие словом, делом и, конечно же, собственным примером. Я хочу разрешить свой доклад. Сегодня в новом мире мы сталкиваемся с новыми проблемами. Жизнь, она не останавливается, идет, процессы идут. И мы должны сегодня воспитать такую молодежь, которая будет полезна для своей республики, для государства. А чтобы ее такую воспитать, нужно, конечно, обратить внимание и на науку, в том числе. И воспользоваться теми знаниями, которые имеются у наших уважаемых ученых, специалистов в этой сфере. В Карачаево-Черкесии одним из символов 2017 года словосочетание майнинг-шуб. Продавцы меховых изделий отмечают, у нас в республике каждая жительница имеет в среднем по две шубы. Но если у вас нет шубы, значит у кого-то их даже три, десять и более. И таких девушек не десятки, а сотни. Они делают невероятные усилия по добыче денег на добычу шубы. И поэтому продажа меховых изделий за год выросла в шесть раз. А если денег нет, а шубку уж очень хочется купить? Ответ на этот вопрос моя коллега, четырехкратная обладательница шуб Светлана Шаганова, нашла в Черкесске в торговом центре «Панорама». Ее репортаж из магазина «Вятские меха». В магазине «Вятские меха» совместили, казалось бы, несовместимое, недорого и качественно. Эксперты индустрии меха для жительниц Карачаева-Черкесии представили изделия из лимитированных коллекций. Например, вот это очаровательное норковое пальто. Это пальто из меха североамериканской норки, расшитой на искусственной замши. Прекрасно подойдет для такой неустойчивой погоды и теплых температур. И самая главная ценность всего пальто, цена всего 69 тысяч рублей. А это шубка из скандинавской норки в поперечной сборке. Очень мягкий, густой, бархатистый мех. Универсальная модель прекрасно сочетается со спортивным и женственным образом. Скандинавская норка – это самый нежный бархат. Но если есть особенная мечта, то вот нежно-голубая шубка. Нарядная, благородная, великолепный мех с густой подпушью. В магазине «Вятские меха» рассказали и о том, что можно не опасаться покупки светлых шуб. Во-первых, для светлых моделей шуб используют селекционное качественное сырье с минимальным количеством порока. Во-вторых, перед тонированием меха из волоса удаляют пигмент, который дает желтизну. После чего мех тонируется в нежные оттенки светлого и защищают от выгорания. Марьяна, скажите, вот, к примеру, покупатель выбрал шубку, но нужной суммы у него не оказалось. Вот что делать в данной ситуации? А шубку, ну, очень хочется купить. Купить желаемую шубу в нашем магазине без денег вполне возможно. У нас вы можете оформить честную рассрочку без первого взноса и переплаты сроком до трех лет. Вам понадобится только паспорт. Допустим, вам понравилась шуба стоимостью 70 тысяч рублей. Оформляя в рассрочку, вы ежемесячно платите всего 2 тысячи рублей. Вам нужен паспорт, 10-15 минут, и вы уходите вместе с шубкой. И еще одна приятная весть. В магазине «Вятские меха» есть шубки со скидкой 50%. И есть рассрочка на такую приятную скидку. Здесь большой выбор, много новинок и цены от 42 тысяч до 120 тысяч рублей. Поэтому неотразимой можно стать с любым кошельком. Добро пожаловать! До свидания!